Всем доброе-предоброе утро! Мы по-прежнему в Лазурном. Коля Оля Шаповалов и приветствует вас. У нас сегодня более спокойный день. Ну, в смысле, морально, наверное, да, Катенька? Я не знаю. Мы уже с самого утра. Что делаем? Клипаем видео. Поздравление Светланке с днём рождения. А, да, да. Она же не узнает заранее. Да, она заранее ничего не узнает. Так что, девчонки и мальчишки, сегодня у нашей Светланки день рождения. Только же, это уже в прошедшем. Ну, да, какая разница. Сегодня у нас 29 число. И сегодня день рождения Светланочки. Светланка, ещё раз мы тебя поздравляем. Уже, конечно, это видео позже выйдет. Мы желаем тебе счастья. Мы желаем тебе здоровья. Мы желаем тебе всего-всего самого-самого наилучшего. Пускай твоя жизнь будет наполнена яркими красками. Пускай окружение твоё, ну, твои окружающие, тебя люди ценят, уважают и не мешают. Главное, не мешают достижения твоих целей. Вот так вот. А мы что? А мы клепаем видео. У нас, слава Богу, были какие-то заготовочки. Мы с дома взяли, потому что наш ноутбук вообще ничего не тянет. И завтракаем. Сегодня уезжают артисты, да. Сейчас пойдём их уже проведём. Вот. Запишем поздравления. Да, потому что мы вчера всё собирались-собирались. Но вчера уже было поздно, пока шашлык собрались. Покушать уже ё-моё время. И потом уже в темноте никто ничего не хотел писать. Ну, плохая картинка будет. Коля пьёт кефирчик. Кефирку. Так. И кушаем борщик. Кто мне скажет по поводу борща шашлык? Это мы поставили на один борщ-да-борщ. Ребята, на курорте, да, так сказать, борщик – это самая связь. Конечно. Даже вот, да, даже вот я вам скажу, что суп, бульон и всё остальное, даже не то, хотя и тоже обзошло, да. Но борщ, он такой немножечко с кислиночкой, такой, знаете, ну, ну, не знаю, короче, борщ я очень сильно люблю. И там, за счёт того, что там овощи, хорошо для желудка. Потому что… Да, всё домашнее. Ну, да, хорошо для желудка, потому что, представьте, есть мидии, креветки, вот это всё-всё-всё-всё-всё, то, конечно, вот такого всего не хватает. Всё, разогрели кус сусисочки. Вон яйца есть у нас и немного сала осталось. Кстати, там ещё кусочек сала есть, нам можно отрезать. Не хочу. Не хочешь, да. Ну и кефирку, кефирку перед борщом и вперёд, и с песненькой. Быстренько завтракаем и бежим провожать артистов. И от Стаса брать за горло, да, чтобы записать. Поздравляшки. Всё. Так, отдельная благодарность Ветолю, Колиному брату, за такую чудесную вот такую штуку. Это соль и перец. Соль, перец, да, да. Ты даже не держишь на приближёнке. О, это… Он же работает у нас в СТ, да? Да. Может, нельзя вводить. Что, так мы сами взяли. Да. Мы же, когда приходили пиццу есть, это самое. К ним уж приходим, там иногда пиццу есть. Лишнего немного. Немножечко, да. Взяли чуть-чуть перчика и соль. Я думаю, никто там ничего не обеднел, да? Да. А мы как-то салу, короче. Ну, не, ну, брали для себя, получается, для пиццы. Когда домой, то брали, помнишь? И так удобно, знаете, с собой в дорогу куда-то взять. Так что, это такой лайфхак, да, для всех. Если идёте куда-то в пиццерию или ещё что-то, возьмите пару лишних солей и перцев. Зато, когда пойдёте на природу, не надо вот в спичечные коробки набирать и всё такое. Так что, такие пироги. Мукбанг. Борщ на море – это, конечно, вау, да? Замечательный просто. Борщ. 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 Из лазурного, да? Борщ на тушёночке. Так что, он, конечно, не совсем у нас овощной получился. Обычно мы дома стараемся варить такой, да? Именно просто овощи, так хорошо. Ну, здесь можно было бы обойтись без тушёночки. Можно было, но мы ж на море, надо позволить. Обжираловку. Дома не едим тушёночку, хоть на море будем есть. Так что, так. Ну, то да. Всем девчонки, кто кушает с нами, приятного аппетита и хорошего вам настроения. Она целый день, на целую неделю, на всю жизнь. Вот так. Настроение у нас сегодня действительно хорошее. Проснулись мы хорошо. Хотя вчера еле долезли, да? Еле долезли, в кровать упали такие, о-о-о. И такие, знаете, ощущение такое, кайф. Вот реально было такое вчера ощущение, кайф просто. Разровняли спинки. Ну, мы же вчера ездили то в Железный порт, то, я же говорю, на Диком посидели, пляже. Вот хотели ещё заехать в этот, как его? На Дикий. На Дикий здесь, в Лазурном, но уже по времени не сходились. Уже смотрели, когда ехали назад, было 6 часов, начало 7. А шашлык же надо. Пока заехали на рынок, скупились, пока то, пока сём. То мы же, конечно, на шашлыке сидели все вареные. Особо даже ничего не снимали, да? Да мы даже и особо ничего не пели. Так посидели, погундели, поговорили. Поговорили, да, на рифте вообще. Уже не было вот этого, знаете, запала там петь или ещё что-то. Маленькая усталость от отдыха. Так что так. Всё, девчонки, мальчашки, кушаем. И что-то дальше будет. Ай, пускай чуть останье, ты перегрел. Всё, ребят, скачем. Скачем, скачем. По дорожке, по полянке. По дорожке, по полянке. Всё, идём мы провожать артистов. Да? Ну. Ну и заодно. Покажи наш базар-вокзал. Да я уже вчера показывала базар-вокзал. Мы вчера, когда заехали, думали, о, люди подумали, что мы тут это самое. Ещё и подрабатывать ездим. Так, тут верёвочки. Видите? Сушатся вещи, поэтому аккуратненько. Сейчас мы покажем вам. Тут совершенно рядом. Здравствуйте. Тут совершенно рядом идти к магазинчику. И здесь совершенно рядом идти к тому месту, где мы жили до этого. То есть вот так вот. Ух, спешим, торопимся. Потому что уже им в 12 надо было выезжать. Но они, я так понимаю, уже вещи собрали. Вышли ещё покушать перед дорогой. То есть всё. Ну, в общем, вот так вот. Так. Ну. Я не выключаю. Вот видите? Вот такой домик. Вы его не проедете. Это наше. И вот вывеска стоит. Вот. Отличное место. А вот хозяин. Машет. Нет, серьёзно. Место очень доброжелательное. Классное. Прямо хозяин офигительный, даже сказала бы. Он со всеми в хороших отношениях детей тягает, да, на руках. Всех подряд. Ну, в общем, я не знаю. Такой, знаете, с отдыхающими совсем-совсем. Очень-очень классный чудак. Чудак, говорю. Человек. Чудак-человек. Я тоже и на себя чудачка говорю. Так что всё это нормально. Очень-очень классно. Серьёзно. Ребята, мы очень довольны, что мы всё-таки попали сюда. Смотрите, какая прелесть со всех сторон. Люди потихоньку разъезжаются. Почему разъезжаются? Так. Потому что много приехало на выходные. Да, многие приехали на выходные, поэтому люди разъезжаются. Так что, видите, мы один дом прошли. Вот мы проходим второй дом. Кстати, мы здесь снимали, да? Ага. Вот здесь вот мы снимали, что комнаты без удобства по 100 гривен. 120 номер. Вот. И всё. И вот сейчас наш домик. Да, переименуем улица Центральная. Улица Центральная. Её переименовали. По-моему, она была улица Ленина, а сейчас она улица Центральная. Так что, так вот. Домашнее вина. Да, вот мы уже всё, заходим и идём. Где же, где же, где же? Добрый день. Здравствуйте. Привет, Саняка. Привет, девочка. Ну что? Ну что? Да не, старые просто не было момента одеться. Вы уже всё? Да. Уже всё, собрались. А мы после четырёх, аж после пяти пойдём на море. Мы сейчас проведём, запишем. Да? Сегодня аж последний день. Последний день выходных. И говорит тоже наш хозяин, говорит, будет разъезжаться тоже. Привет. Привет, ребят. А мы продлили. А мы продлили. Я так и думала. На два дня пока. Короче, всё, узнали тайну, да? На два дня, на два дня. Вы забудьте про меня. Я Даше ещё не сообщала, я думаю, что она будет очень рада. Даша будет очень рада. Саша, держись. Саша, держись. Ну, кабачки, она сказала, ещё и рано закрывает. Так что я успею. Да, да, точно. Откроем окна и будет у нас комбинационер поветривать. Всё, ребята, уезжают артисты домой. Свои эти, тенета, да? Да, сказать. Едут домой. Будут дома там дачу обустраивать, да? Да, копать. Будем копать. Копать, да. Копать собаки. Копать. Там всё высохло нафига. Паливать. Паливать. Не, ну тоже, свой кайф в этом есть, правильно, правильно. Если звонить на девятом этаже в доме, в жаре, а на даче будет всё равно поклание. Конечно. Всё, все сидим на дорожку, так сказать. Я прыг встал. И всё, в путь дорогу, счастливого пути вам. Чтоб всё было хорошо в дороге. Вам тоже отдохнуть здесь ещё, покупаться хорошей. Спасибо. За нас уже. Мы ещё на верстань, мы ненадолго. Дома отдохнём опять на море, пока... Ну, что делать правильно, что у вас нет хозяйства. Не, ну мы вам можем подсуетить хозяйство. Мне надо кролики, там свынок, я не знаю. О, по дороге на море надо, чтобы Валом и Соню завезти. О, спасибо. Может будем возвращаться уже и не будем. Собаки расъедят. Собаки расъедят под диком. Ну и слава богу. Не, не надо, не надо. Мы Соньку к этих кроликам подселим, она там будет думать, что она кролик перестанет гавкать. Научится фыркать, как кролики. Так что так, да. Ну что, ребят, давайте, выдевайте. Всё. Да нет, Валя. Всё, смотрите точно, чтобы ничего не забыли. Нет, ничего там нет. О, как хорошо строится. Да. Ну что, ребята, давайте обниматься, что ли. Давайте обниматься. Ещё счастливо вам. Да, в Бог, в этом году ещё встретимся. Главное, вам хорошо доехать, добраться, чтобы всё было, всё было классно. Да, да. Стасик нас снимает. Всё, удача вам отдыха, удача вам потом добраться. Звонимся ещё. Да, есть ещё, можно ещё в этом году избегать. Если тюперы нас не следят, да, то следят. Всё, всё, давай, едьте уже. Не будем прощаться за слезами, да? Нет, не лежат. Всё, домой скажи, едем. Да. 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 Мы ещё к вам приедем. Да. 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 Дети ещё не видели. Тюльпаны. Конечно. Да, да, да. Тюльпаны уже подцветали. Серёга, я новую насажу. Приезжайте. А ты вишню. Ну, смотри, как тихо пошла, да, машинка. Красота. У нас слышно, что шаповаловы едут. Вот так вот всё. Одну пару отправили. Да? Да. А мы ещё на два дня, на два дня. Вы забудьте про меня. Тюльпаны. 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 Тюльпаны.